Десятки позитивных смайликов приготовили для автолюбителей ученики одной из школ Мурманска. Улыбнись и пристегнись, именно так называется совместная акция с дорожной инспекцией. Она должна лишний раз напомнить о правилах дорожного движения. Учница 4-го Б-класса Ирина Кордюкова даже легкого мороза не боится и крепко сжимает солнечные рисунки в руках, без перчаток. Ведь к этому дню вместе со всей школой они готовились несколько дней. А вот возможность самому вручить подарки выпала лишь избранным. Это должно повлиять на водителей, то что если дети знают, то и взрослые обязательно должны знать правила. Акция, организованная автоинспекцией, так и называется «Улыбнись и пристегнись». В этот раз символом дорожной безопасности стал яркий смеющийся смайлик. Там нарисованный смайлик, вот например вот этот, и у него ремень тут, и написано «Пристегнись и улыбнись». Вот, и так можно на всех смайликах, вот улыбочка, там, ну вот смайлик, как смайлик и веселый смайлик, чтобы был с улыбкой и с надеждой, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Школьники знают, что дело, которым они занимаются, не просто важное. Ведь каждый день в дорожно-транспортные происшествия попадают десятки людей. Мне кажется, что это очень замечательная идея, потому что иногда, очень часто водители нарушают правила. Мне кажется, что если они будут смотреть на эти смайлики, то они будут реже нарушать правила, а в лучшем случае вообще их не будут нарушать. Чтобы не было смертельных или практически смертельных случаев, чтобы более обезопасили себя водители. Место для акции выбрали специально. Это детская поликлиника в центре города. Случается так, что родители привозят сюда малышей без специальных автокресел. А ведь в случае аварии нехитрое приспособление способно уберечь ребенка от травм. Очень в редких случаях водители перевозят детей без детских удерживающих устройств. Все-таки водители уже стали понимать, что детское удерживающее устройство – это безопасность их детей. Так что уже таких водителей становится все меньше и меньше с каждым днем. И я думаю, что увеличение штрафов все-таки повлияет в положительную сторону. Кто-то еще задумается, что все-таки это не только деньги из его кармана, это прежде всего безопасность его ребенка. Сегодня никто серьезных наказаний не получил. Нарушители отделались только предупреждениями. Считай, что повезло, ведь штраф за провоз ребенка без детского кресла в машине с 1 сентября увеличился. Кошелек в этом случае может похудеть на весомые 3000 рублей.